Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу ответить на давнишнее видео Только сейчас дошли до него руки Видео посвящено адаптации детей здесь, в Канаде В плане того, как им поступать в школы После того, как они приехали своими родителями в эмиграцию Вопрос заключается в том, что нужно ли детям будет давать какие-нибудь специальные экзамены Для того, чтобы зачислили в школу Это раз Во-вторых, есть ли какая-нибудь специализация с самого начала Для того, чтобы, опять же, ребенок учился в школе С ориентацией на то, где он потом будет учиться в университете или в колледже Давайте начнем сначала Как я уже говорил, система здесь отличается от нашей в том плане Что дети могут регулировать, варьировать свой учебный план Исходя из приоритетов, которые есть у ребенка в будущем То есть, ребенок или родители изначально говорят о том Что мы хотим заниматься биологией, условно говоря Литературой, историей И исходя из этого, ребенок может идти в классы, где более серьезно поставлена биология Условно говоря, или литература, с историей, или еще что-то Не важно Самое главное, чтобы вы в принципе понимали Когда ребенок приезжает сюда То, помимо языковых проблем, естественно, возникает проблема В какой класс ребенка определить Для того, чтобы было более-менее понятно, на каком уровне ребенок находится Дети создают вступительные не экзамены, а оценочные тесты, скажем так Они проходят эти тесты И им говорят, что на сегодняшний день ребенок соответствует примерно такому-то грейду Или такому-то секандеру, выражаясь французским языком Канадской школы После этого, соответственно, вы дальше уже определяетесь С тем, где вы хотите делать акцент в образовании ребенка В какой области, в естественно-научной или гуманитарной И, исходя из этого, соответственно, вы определяетесь со своей программой По которой ребенок будет учиться То есть, никаких вступительных экзаменов Для поступления в районную обыкновенную государственную школу Павлик-скол Ничего этого нет Однако, когда ребенок начинает переходить из секандера в секандер Там есть так называемые министерские экзамены Соответственно, министерские экзамены Они так же, как и экзамены в наших школах Пишутся в министерство И дети их сдают для того, чтобы перейти на следующий уровень После, какого там, по-моему, четвертого, кажется, или пятого Секандера Ребенок может пойти в колледж В Сежеп Опять же, для того, чтобы пойти в колледж Сежеп Как правило, это платные Хотя бывают и бесплатные Но, как правило, ребята Вот, по крайней мере, то, что я знаю С кем я общался Из детей Родители выбирают им платные Потому что там уровень образования По определению должен быть выше Ребята выбирают платные эти самые колледжи Или платные школы И вот, чтобы попасть туда Там как раз необходимо сдавать вступительные экзамены И опять же, эти самые платные колледжи Или платные школы Они идут с акцентом на какие-то предметы То есть, вы там можете выбирать Что вы хотите, чтобы ребенок знал лучше Математику, литературу и так далее В общем, в этом плане ситуация выглядит таким образом Еще раз По порядку Для того, чтобы попасть в школу Необходимо просто сдать будет тест Для того, чтобы вы определили уровень На котором вы находитесь С вашим ребенком Дальше Школа выбирается исключительно По принципу Индекса, на котором вы живете К каждому индексе приписана какая-то школа определенная Соответственно, вы можете отказаться от этой школы И пойти учиться в частную школу Но это будет уже стоить деньги В отличие от паблик-скул, которая бесплатна Ну, опять же, это ваше решение И дальше, соответственно, уже вы по ходу пьесы определяете Какая программа должна быть у вашего ребенка Должна быть она гуманитарная Должна быть, естественно, научная Или еще какой-то И исходя из этого, вы берете по минимуму предметы Связанных с... И опять же, там уровни есть, подуровни То есть, там есть класс, условно говоря С сильной математикой Которая больше требует, чем программа Есть классы обыкновенные, в которых дается математика Ровно столько, сколько она должна идти Согласно требованиям Министерства образования Ну и, соответственно, последний момент Что для того, чтобы перейти из одного класса в другой Сдаются министерские экзамены Вот, собственно, и все, что касается системы образования детей И для тех людей, которые интересуются вообще глобальной системой образования Канады Это самые-самые первые мои видео Годичной давности Они мне безумно не нравятся Потому что они, на мой взгляд Грешат Всякими разными проблемами, нюансами С точки зрения подачи информации То есть, информация там все правильная Но вот как я ее подаю Мне не совсем-то нравится Но не важно Вам важно содержание, суть И эту суть содержания вы узнаете в этих самых первых видео Глобально, конкретно, о системе образования Канады Не только с точки зрения университетов Но и с точки зрения школ, детских садов и так далее Все, друзья мои, на этом я заканчиваю это видео Желаю вам всего самого хорошего И до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok